Всем привет, ребята! И сегодня мы продолжаем наше выживание бомжа в России. И в прошлой серии я стал почтальоном. И сегодня мне доверили одну очень важную посылку. Или очень важную миссию. Мне дали вот такую посылку в Колотушкино-8, квартира-2. И наша задача сегодня донести эту посылку. Это Колотушкино-7. Окей. Значит, вон там должно быть Колотушкино-8. Так, это общага. Не, это Колотушкино-6. Значит, вот это, наверное, Колотушкино-8. А здесь вообще адреса почему-то нет. Ладно. Ну, значит, вот это Колотушкино-8. Да, вот это Колотушкино-8. Идем сюда. Меня обучили, как правильно нужно сдавать посылки. Если вот у этого... О, он меня уже ждет. Здравствуйте. Короче, это вы посылку заказывали, да? Да, это я. Но только здесь одна проблемка, знаешь. Так, я не понял. Что за проблемка? Давай без проблем. А то сейчас я тебя киркой прибью. Да, не надо. Короче, слушай, только никому не рассказывай. Так, в смысле? Я на такое не согласен. Давай, свой паспорт давай, живо. И документы. А то посылку не отдам. Или меня просто уволят. Короче, я здесь по тайне. Я бандит. Я украл много чего. И сейчас нахожусь вот в этой квартире. Ага. Ну и где твой паспорт, документы? Мне все равно то, что ты бандит. Так что давай свой паспорт и документы. Ну, у меня документов нет и паспорта нет. Давай ты мне просто так отдашь. Да, просто так. Да ты что, издеваешься просто так отдавать тебе посылку? Давай мне паспорт. Ну, нет, пожалуйста. Ай, ладно, хорошо, держи. Но это будет тайно. Типа, ты дал мне свой паспорт и документы. Хорошо? Да, все хорошо будет. Все будет отлично. Чувствую, ребята, это не к добру. Потому что этот человек был бандитом. И это уже нехорошо, что я с ним связался. Надо мне прикупить какое-то оружие для этого бандита. Потому что вдруг что-то произойдет. Так, привет. У тебя здесь не продается случайное оружие? Ну, у меня кирка, в принципе, есть. Я киркой с ним легко расправлюсь, наверное. Так, ладно. Мы, в принципе, можем идти вон на ту почту и долаживать то, что мы все сделали. Надеюсь, они не спали то, что я, ну, нечаянно отдал им посылку без паспорта и... Так, давайте потише. Без паспорта и документов. Так, здравствуйте. А вам не кажется, или это какой-то новый почтальон здесь? Ладно. Здравствуйте. Ну, снова здравствуйте, короче. Ну, что ты на меня не смотришь? Смотри сюда, почтальон. Ладно, он не хочет почему-то. Смотри. Короче, я нечаянно тут посылку, в общем, отдал не очень по закону. Не, я отдал все по закону. Я там с паспортом отдал, с документами. А, ну тогда хорошо. Не снимай меня только и показывай документы, а то как это без документов? А, ну погоди. У меня документов, в общем, с собой-то и нету. Он спалил их на дереве. То есть там дерево горело, он туда полез за ними. Так? За документами. И они там сгорели. Все, давай мне документы, иначе я тебя уволю. Ну, документов у меня, в общем, нет. Все, ты уволен, уходи отсюда. Нету документов, тогда я тебя уволяю. А зарплату, вы мне обещали ли зарплату? Все, ты зарплат не получаешь, потому что тебе нужен паспорт, а у тебя даже паспорт сад. Все, проваливай. Ладно, все, идите, хорошо, хорошо. Так, ребята, быстро вырубай газеты. Все, хорошо, я пошел, я пошел. Я вас не буду трогать. Газету дальше, Вань, дальше я тебя в суд подам. Не получилось, ладно, хорошо. Вот, заберите ваши газеты. Ребята, вот меня и уволили с почты. Это так плохо, я предлагаю сейчас пойти к тому бандиту и разобраться с ним. Просто прибить его из этой посылки. Он меня уволил, он именно. Тай. Привет, ты почему меня уволил с работы? Ты виноват, ты должен дать был свой паспорт и свои документы. Где мой паспорт, твой, то есть паспорт и документы. Живо гони паспорт. И документы, чтобы я доказал. Тебе что, непонятно? У меня есть ножик, сейчас я тебя убью. Ах, хорошо, 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 все понятно, все понятно, все понятно, хорошо. Да, не получилось разобраться, но в принципе я почти в этой схватке победил. Эх, жалко, конечно, то, что я не устроился нормальную работу и меня уволили. Давайте пойдем покушаем, купим себе еды. Я предлагаю первый раз в жизни купить арбуз за 10 рублей. Я арбузы еще никогда не покупал. Давайте купим два арбуза сразу. Я арбузы вот в этих сетях никогда не покупал. И ими не очень наедаюсь. Ну, правильно, они же дешевые. Что я не покупал? Давно я не покупал вот такие дошираки. Так что давайте купим доширак за 30 рублей. Я все-таки стал не таким богатым. И давайте... Мне даже не хватает на один такой доширак. Так что купим четыре вот таких доширака. Даем ему 20 рублей и забираем 4 доширака себе. Все, до свидания. Все, ребята, в принципе, я наелся. И мне нужно найти свою новую работу. Потому что я не могу просто собирать бутылки. И в этом городе их просто-напросто больше нет. Это очень странно. Наверное, больше никто не ссорит. И все сидят дома на карантине. Ну, в принципе, они молодцы, но для меня это нехорошо. Так что мне нужно найти новую работенку. Я предлагаю пойти вот на этот вот рынок. И там устроиться на работу. Потому что я думаю, это хорошая работа. Устроиться там на охранника, например. А то, ну, может ему там нужна охрана какая-то. Так как я вылезу. Так, помогите. Ну, ладно. Давайте пойдем вот так. Так, смотри. Я хочу устроиться к тебе на работу. А, ну давай. Мне как раз нужна охрана. Так, хорошо. Сколько ты мне будешь платить, ну, допустим, за день? Ну, если ты никого не проворонишь... Что происходит? Если ты никого не проворонишь, то где-то рублей сто. Сто рублей за день, я думаю, это нормально. Так, ну, хорошо. Ты можешь на меня довериться. Что мне делать? Ну, смотри. Возьми блоки там. Сколько тебе надо? Так, ну, у меня, в принципе, девять блоков есть. Так, хорошо. Давайте возьмем где-то блоков. Ну, давайте 30 блоков возьмем. Так. И что он хочет? И построй себе какую-то вышку, чтобы все было видно. Понятно? А я пойду за делами. Хорошо? А, ну ладно, хорошо. Хорошо. Давайте, ребят, построим себе вышку. Наверное, примерно вот так. И будем, наверное, работать, как-то охранять это все. Главное, чтобы мне хватило блоков. Вот так это поставим. Вот так. И вот так мы будем наблюдать за этим всем. Можно еще вот сюда для красоты. Чтобы вот так можно было забраться. И вот так. Ну, ребята, я буду здесь ждать. А если что-то будет происходить интересно, то я вам расскажу. Итак, ребята, я что-то здесь уснул чуть-чуть. Но ничего страшного, я думаю. Никто там ничего не украл. И все было в порядке. Ну, на всякий случай, давайте убедимся то, что... Вот, как вы видите, продавец ушел. Давайте проверим, что ничего... Эээ... Я не понял. Здесь же были вроде 300 кодосок и 2 кирки. Опа-на, ребята. Кажется, я попал. Блин, что мне делать? Надо быстрее что-то думать. Ладно, в принципе, давайте что-нибудь туда поместим. Ну, я вряд ли туда что-то смогу поместить. Ну, наверное, я... Так, что же делать? Меня же и отсюда могут уволить, когда придет день. Ладно, ребята, давайте просто тогда аккуратненько залезем на нашу вышку. И будем ждать дня. И, надеюсь, этот продавец ничего не увидит. Подъем! Ээ, да, я не сплю. Все в порядке. Блин, ребята, кажется, приехал продавец. Ладно, давайте спустимся. Ай. Ээ, да, здравствуйте. Эээ... Где мой товар? Ты куда его дел? Эээ, это не я. Это там кто-то прибежал, короче. Мне доложили те жители Голотушкина 8 или 7, короче, я не помню. То, что они видели каких-то гопников ночью. Эээ, гопников, ты что, дурачок? Здесь не было никаких гопников. Это всего-то там три стака. Подумаешь, это ж мелочь. Ну, посмотри. Всего-то три стака. Не трогай сундук! Ладно, хорошо. Ты уволен навсегда. Больше не приходи сюда. И не смей сюда больше никогда приходить работать. А, ладно, хорошо. До свидания. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, ребята, меня уволили и с этой работы. К сожалению, да, сейчас утро. Ну, а я все равно не выспался. Я работал. Я все равно ничего не получил. И, может быть, даже и не получу никакой зарплаты. Но в следующей серии я пойду к нему. И он мне все равно должен что-то заплатить. Сейчас я пойду в свой домик. Сюда лесенку. Сюда. Так, а так ничего не видно. А то как я так спать буду? Давайте аккуратненько закроем. Вот мой прекраснейший домик. И я буду ложиться спать и отдыхать. А кому понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. А с вами был Арчи. И всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok